Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня 17 июня. Научное общество медицинских инноваций продолжает серию научно-практических вебинаров, посвященных диагностике и лечению мелопролиферативных заболеваний. Тема сегодняшнего вебинара «Мелофиброз» на связи с нами три больших города. Это Москва, Санкт-Петербург и Чебоксары. В московской студии мы приветствуем научного сотрудника гематологического научного центра Ирину Николаевну Субарцеву. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. С нами на связи профессор Медицинского государственного университета Вадим Валентинович Бойков. Добрый день, Вадим Валентинович. Здравствуйте, одни коллеги в Москве и во всей России. Также с нами на связи студия из Чебоксар. Там собралось большое количество врачей, гематологов, стационаров и поликлиник города. Было тяжело найти эту площадку. У нас иногда бывают проблемы с трафиком. Сегодня в городе проходит крупное международное спортивное мероприятие. И вообще издавна Чебоксары являлись спортивным городом. Так в 2013 году они вошли даже в книгу рекордов Гиннесса, поскольку в городе была проведена самая крупная зарядка, самая многочисленная. Но сегодня мы получили лишние доказательства того, что город является не только промышленным, спортивным, но и научным центром. И возвращаясь к теме сегодняшнего вебинара, я бы хотела передать слово Вадиму Валентиновичу Бойкову в Санкт-Петербург. Вадим Валентинович представит лекцию, посвященную диагностике милофиброза. Вам слово, Вадим Валентинович. Сейчас один технический момент. Вы сейчас это отключили, а речь, что он... Да что я должен быть? Вы сейчас? Сейчас, одну минутку. Сейчас, одну минутку. И теперь опять эту программу. Что сейчас? Идем? Вот так. Снизу человечки вот эти. И теперь вот эту штуку. Ну вот, теперь мы готовы наконец. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые коллеги в славном городе Чебоксары, ну и все остальные, кто возможно подключился к нашей трансляции. Сегодня мы поговорим о диагностике филадельфия негативных милопролиферативных заболеваний. Прежде всего речь пойдет о первичном милофиброзе, и мы, наверное, остановимся на патогенезе, патологической анатомии и дифференциальной диагностике этого заболевания. А разговор о милопролиферативных заболеваниях, или как в соответствии с нынешней редакцией классификации ВОЗ принято их называть милопролиферативными опухолями, хотя пролиферативные опухоли по-русски не очень хорошо звучит, но тем не менее. Так вот, этот разговор невозможно начать без упоминания о Вильяме Домейшике, нашем, можно сказать, несостоявшемся соотечественнике, поскольку, родившись в 1900 году в деревушке в небольшой под Воронежем, в возрасте трех лет он с родителями уехал в Соединенные Штаты, где стал, ну, пожалуй, одним из ведущих гематологов второй половины прошлого столетия. Основателем американской гематологической ассоциации, основателем и первым редактором журнала «Блад». Ну, и в этом самом журнале, в редакционной статье в 1951 году он опубликовал статью, которая называлась «Некоторые спекуляции», ну, это спекуляции в хорошем смысле слова, имеются в виду размышления по поводу так называемых милопролиферативных синдромов. И если вы посмотрите на табличку, которая взята из этой публикации, то с левой стороны вы узнаете, в общем-то, знакомые нозологические формы, ну, наверное, вместо гранулоцитарной лейкемии, нужно сказать, хронический милолейкоз, полицитемия вера, далее милофиброз и так далее. А до этого момента перечисленные заболевания считались, скорее, синдромами и совершенно самостоятельными, и Домешек был первым, который объединил их вот в такую группу на основе общих клинических лабораторных проявлений. Нужно сказать, что с тех пор, конечно, утекло много воды, немножко изменилась терминология, об этом мы уже сказали, но, в частности, хронический идиопатический милофиброз стал первичным милофиброзом, и так мы его всегда сейчас называем. Вот это полный список милопролиферативных заболеваний, которые включены в редакцию классификации ВОЗ 2008 года. Из них, пожалуй, ведущими являются выделенные четыре, которые представляют собой хронический милолейкоз BCR-абель позитивный, а три заболевания из группы Филадельфия или BCR-абель негативных опухолей, ну и милопролиферативные заболевания или опухоль неклассифицированных. Здесь нужно иметь в виду, что уже достаточно давно, вообще, начиная с первого описания в начале 60-х годов, принято считать, что для хронического милолейкоза есть известный, важный, определяющий нозологическую форму признак генетический, а вот на протяжении более чем 40 лет, до 2005 года, ничего серьезного о генетической основе Филадельфия негативных милопролиферативных заболеваний известно не было. Но, как часто бывает в истории, с появлением новых методов диагностики, а в данном случае речь идет о возможности широкого использования исследования мутаций точечных, а не только на основе классического цитогенетического исследования, скажем, рецепропрогных транслокаций, что, собственно, происходит при образовании химерного гена BCR-абель при хроническом милолейкозе, так вот, точечные мутации на постоянной основе было изучать довольно сложно. И вот, когда появились методики, которые позволили это сделать, то понятно, что была подготовлена почва для того, чтобы мы кое-что узнали о генетической основе Филадельфия негативных милопролиферативных опухолей тоже. И в 2005 году, ну, 4 и еще одна работа чуть позже, то есть практически 5 независимых исследовательских групп одновременно описали мутацию в гене JAK2, которая представляет собой замену одного основания на другое. Это касается 617-й аминокислоты в цепочке аминокислотной последовательности продукта гена JAK2 в псевдокиназном домене, что приводит к замене валина на фенилаланин. И эта мутация называется JAK2V617F. И оказалось, что эта мутация очень распространена. То есть это вместе с мутацией еще в соседнем экзоне при истинной полицитемии больше 99% наблюдений, а при первичном милофиброзе и эссенциальной тромбоцитемии чуть больше половины в среднем. Ну, если с полицитемией ВР стало все более или менее понятно, то вот эти два остальных, оставшихся точнее представителя семейства Филадельфия негативных милопролитеративных заболеваний, ну, здесь стало понятно, как видно из таблички, только наполовину. Поэтому, да, вскоре появились сведения, что в отличие от BCR-ABL, JAK2A мутация не является инициирующим событием в патогенезе милопролитеративных опухолей, но тем не менее она является определяющим, по-видимому, фенотип. Фенотип в значительной мере, по крайней мере, групповой фенотип группой Филадельфия негативных милопролитеративных заболеваний. Ну, вот после этого открытия очень скоро, меньше чем через год, появились сообщения о том, что в некоторых случаях, в небольшой части случаев, но все же до 10% хронического первичного милофиброза и около 5% эссенциальной тромбоцитемии наблюдается мутация в гене рецептора тромбопоэтина, который называется MPL. Ну, а после 2006 года появился целый ворох или водопад открытий разных мутаций при этих заболеваниях, которые не являются специфичными для данной группы заболеваний, но могут использоваться наряду с перечисленными мутациями как критерий клональности данного процесса. То есть, в результате, после 2006 года на протяжении, ну, больше чем там 5-6 лет, около 30-40, может быть, процентов опухолей, и, в частности, первичного милофиброза и эссенциальной тромбоцитемии, про них было непонятно, какая генетическая основа, собственно, приводит к их развитию. Вот список мутаций дополнительных, о которых я уже говорил, он приведен здесь. И вы видите, я не буду говорить о каждой отдельной, естественно, но просто, может быть, стоит поговорить о функциях, которые выполняют белки, гены которых оказываются мутированы. Это либо участие в сигнальных сетях, либо сплайсинг, например, РНК, либо это эпигенетическая регуляция, либо редко сами транскрипционные. Нужно сказать, что опухоль – это результат неконтролируемой пролиферации. Клетка принимает решение о том, что ей нужно вступать в пролиферативный цикл, после того, как некий регулятор, легант, вот он здесь, зелененький квадратик наверху, связывается с соответствующим рецептором, в рецепторе формируется некий первоначальный сигнал, обычно за счет тех или иных конформационных изменений этого рецептора, и если в дальнейшем сигнал передается в ядро с помощью последовательности молекулярных посредников, причем каждый следующий элемент в этой цепочке фосфорилируется, то есть активизируется, то есть к нему присоединяется высокоэнергетический фосфат за счет киназной активности на предыдущем этапе. Но вот если этот рецептор обладает сам киназной активностью, то он последовательно фосфорилирует элементы сигнальных путей, в конечном итоге формируется транскрипционный фактор, который проникает в ядро и связывается с соответствующими участками ДНК. Но вот рецепторы для тех регуляторов, которые нам сегодня особенно интересны, а это тромбопоэтин, эритропоэтин и GKSF, вот для рецептора к этим легандам не имеют внутренней киназной активности. Поэтому первоначальный сигнал формируется за счет активности, ассоциированных с этим рецептором молекул, и главной такой молекулой является молекула JAK2. Молекула JAK2, которая представляет собой по функции своей тирозин киназу. А молекула JAK2 активируется путем фосфорилирования и в свою очередь фосфорилирует мономеры стат, которые присоединяются к цитоплазматическому, которые находятся, вернее, в присоединенном состоянии к цитоплазматическому концу этого рецептора. И после того, как стат фосфорилируется, происходит демеризация этого транскрипционного фактора, и он переносится в ядро, связываясь с определенными участками ДНК. Так вот, мутация JAK2, она приводит к тому, что... Давайте перенесемся вот сюда. Она приводит к тому, что без всякого леганда рецептор как будто бы находится в постоянно активированном состоянии. И вот этот пролиферативный сигнал передается, если... Формируется, если хотите, конституционально, то есть как свойство, присущее этому рецептору, вне зависимости от того, есть внешний стимул в виде леганда, или такого стимула нет. Если вспомнить критерии опухолевого роста, которые известны из классических учебников, то одним из критериев является автономия. И вот такое генетическое событие как раз и приводит к тому, что клетка начинает вести себя автономно, не подчиняясь и не реагируя особенно на ситуацию, которая складывается вокруг нее, в том числе регуляторную ситуацию. Таким образом, к 2013 году примерно вот ситуация с генетической основой опухолей в Филадельфии негативных мейлопролиферативных выглядела таким образом примерно. Значит, подавляющее большинство случаев полицитемии Вера мутация G2 была обнаружена и только процентов 60 для истинной полицитемии и первичного мейлофиброза. То есть, процентов 30-40 оставалось в таком сером или белом поле незанятом, и было непонятно, как же убедиться в клональности этих процессов. Клональность, как вы помните, является одним из критериев диагноза. А если, скажем, наблюдение попадает вот в эту серую зону. И в конце 2013 года было опубликовано два сообщения практически одновременно, то есть просто одновременно, в одном и том же журнале. И оба эти сообщения говорили о том, что третьим игроком на поле генетическом для филадельфия негативных милопролиферативных заболеваний является мутация гена Каль-ретикулина. Если мы теперь посмотрим на сайт клиники МИО результатом и представлением, которой мы обычно доверяем, то ситуация с генетической подоплекой этих заболеваний будет выглядеть таким образом. Почти 100%, больше 99% истинной полицитемии в основе своей имеют мутацию JAK2 либо классического типа, либо небольшая часть в 12-м их зоне. Но это та же самая молекула и тот же самый физический смысл. Это активирующая мутация. Что касается эссенциальной тромбоцитемии первичного миилофиброза, то остается лишь 5-10% этих наблюдений, для которых генетическая основа остается невыясненной. А во всех остальных случаях имеются три главных игрока. Это JAK2, это MPL, нет, на втором месте это Каль-ретикулин и на третьем месте это MPL. Ну вот, после такого патогенетического вступления, наверное, нужно перейти к патологической анатомии и, так сказать, клинико-морфологической диагностики этих наблюдений, принципах этой диагностики, приемах. В первую очередь, конечно, имея в виду первичный миилофиброз. Я не буду останавливаться в деталях на вот этой всем хорошо известной картинке из всемирной классификации опухолей милоидной лимфоидной ткани Всемирной организации здравоохранения редакции 2008 года. Напомню лишь, что для диагностики первичного миилофиброза морфологическое исследование трепанобиоптата костного мозга входит в список основных критериев. Надо сказать, что для истинной полицитемии морфологическое исследование в этой редакции входит в список дополнительных критериев, но в 2016 году с появлением пересмотренной редакции классификации по-видимому ситуация изменится и исследование трепанобиоптатов поднимется вот сюда. Далеко не всегда для диагностики истинной полицитемии необходимо морфологическое исследование трепанобиоптата, однако, поскольку сегодня задачей является не только первичная диагностика, но и отслеживание эффектов терапии, а также диагностика различных вариантов прогрессирования этих заболеваний, то для этого абсолютно необходимо иметь представление о том, как выглядел костный мозг в момент первичной диагностики. Ну, своего рода точка отсчета такая. Ну, вот поэтому и можно, так сказать, сделать вывод о том, что морфологическое исследование трепанобиоптата является в подавляющем большинстве случаев совершенно необходимым этапом диагностики хроничных милопролиферативных заболеваний. Вот здесь как раз предложение изложено в статье 2014 года в журнале «Лейкемия» о том, что, собственно, ничего в критериях первичного милфиброза, наверное, не изменится. Кроме того, что клональность, список доказательств клональности, помимо «Джек-2» и «МПЛ» будет включен каль-ретикулин. Хотя мы знаем об этой группе заболеваний довольно много и более или менее успешно ее диагностируем, все же остается довольно много вопросов и диагностических трудных, и вопросов на стыке клиники и диагностики, определения возможностей трансформации одной формы в другую, прогрессирование, ну и так далее. Вот о некоторых из этих вопросов мы с вами, наверное, сегодня поговорим. Ну вот первый вопрос это вопрос статистики. Казалось бы, а что сложного такого в том, чтобы определить, а сколько вот на определенной территории, скажем, российской проживает пациентов с разными вариантами милопролиферативных заболеваний. На самом деле, с учетом того, что критерии за последние, ну скажем, 10 лет изменились, причем радикально, это вопрос очень сложный. И мы только сейчас, в том числе пересматривая наши старые диагнозы, приходим к каким-то приблизительным цифрам о том, какова же, собственно, встречаемость этих заболеваний в популяции. Вот ставшая уже классической статья двух немецких патологов, которые являются ведущими экспертами в области диагностики этих заболеваний на территории Германии в Европе вообще, это Юрген Тилли и Ханс Михаэль Квасника. Вот в 2003 году они задались вопросом, а как, собственно, меняется спектр или частота разных нозологических форм в зависимости от использования разных критериев. И у них получилось следующее. То, что составляет группу диагнозов милопролиферативных заболеваний по клиническим данным, частоты распределяются примерно таким образом. то есть на основе клинических данных об эссенциальной тромбоцитемии обычно думают в трех четвертях наблюдений. Примерно 15% приходится на милофиброз и около 10% на истинную полицитемию. Примерно так. если используются критерии полицитемии вера стадии групп группе по изучению истинной полицитемии, то из вот этих трех четвертей клинических диагностированных эссенциальных тромбоцитемий остается примерно три четверти, то есть 75% от этих 75%, а остальное переходит в группу не совсем точно классифицируемых заболеваний. То есть по морфологическим критериям невозможно в ранней стадии поставить точный диагноз. Но если мы используем критерии Всемирной организации здравоохранения, то есть те критерии, на основе которых мы сегодня все работаем в России, в Европе и во всем мире, то получается ситуация, которая радикально отличается от вот этой ситуации. Из этих 76% остается лишь 33, то есть меньше половины, которые действительно морфологически классифицируются как эссенциальная тромбоцитемия, а почти 50% классифицируются даже более 60% классифицируются как первичный миэлофиброз. Таким образом частота первичного миэлофиброза диагностированного на основе критериев ВОЗ намного превышает частоту, которой было принято на основе статистик начала нынешнего тысячелетия, 2000-х годов. Это очень важный в практическом отношении вывод. Теперь давайте посмотрим, каким же образом патолог принимает решение о наличии здесь, о классификации данного заболевания как той или иной нозологической формы. Ну вот три группы реактивных процессов, три группы Филадельфия, вернее три колонки отражающие Филадельфия негативные милопролиферативные опухоли и критерии, ну такие общие тканевые, клеточность, наличие фиброза, расширение, омоложение эритропоэза, гранулацитопоэза и вы видите, что наиболее детально, наиболее широкую значимую часть этой таблицы представляет собой описание особенностей мегакариоцитопоэза. То есть по-видимому именно мегакариоциты, это между прочим подтверждено в многочисленных научных исследованиях, имеют для диагностики дифференциальной диагностики этой группы заболеваний, в общем-то определяющее значение и очень много лиц есть у этих клеток, которые позволяют с той или иной степенью вероятности приходить к окончательному заключению. Вот факторы или признаки, которые мы оцениваем и вот в общем-то совершенно разное распределение этих признаков в зависимости от нозологической формы. Я не знаю, сколько патологов слушает нас сейчас, но, наверное, нет смысла сейчас говорить в очень больших деталях об этом. Наверное, в первую очередь нужно сказать о принципах диагностики. Если возникнут вопросы, я с удовольствием отвечу на них в конце этого сообщения. Посмотрите, пожалуйста, как различаются мегакариоциты при разных нозологических формах милопролиферативных заболеваний. Даже не специалисту понятно, что здесь в основном мелкие мегакариоциты с гиполабулированными ядрами, то есть это одно или несколькоядерные клетки. А вот в этой ситуации мегакариоциты очень разных размеров, есть совершенно гигантские, причем в части их ядра или сегмента ядер формируют такое подобие цветочка или колечка вокруг некоего центра. Вот эти мегакариоциты лежат тесными или более рыхлыми скоплениями, мы называем их кластерами. Они очень разные, часть из них с гиперхромными ядрами, имеются атипические патологические метозы, имеются гигантские крупные клетки с гиперхромией ядер. Ну, в общем, ужасные изменения мегакариоцитов, так, честно говоря. И, наконец, вот здесь, внизу справа, здесь мегакариоцитов много, но вид у них какой-то, я бы сказал, не очень агрессивный. А в чем это выражается? В том, что гиперхромии нет, клетки, в общем-то, однотипных размеров, хотя и очень крупные. И во многих случаях имеется вот такая гипермногодольчатость, гиперлобуляция ядра, что приводит подчас к формированию структур, которые принято сравнивать с рогами оленя или иногда встречается термин ушастые ядра и так далее. Понятно, что в типичных случаях ставить диагноз легко. Ну, вот я хотел проиллюстрировать возможности, которые истекают из оценки мегакариоцидопоэза, качества мегакариоцидопоэза в костном мозге, разница, которая очевидна. И вот четыре болезни. Это типичные мегакариоциды при хронической миелолейкозе, это картинка соответствует истинной полицитемии, вот это безусловно первичную миелофиброзу, а вот это эссенциальный тромбоцитемий. Еще один очень важный момент, который сегодня является обязательным для диагностики, как для диагностики первичной, так и для отслеживания прогрессии и эффектов терапии, это выявление ретикулинового каркаса костного мозга для оценки фиброза. Причем фиброз оценивается стандартным способом в соответствии с европейскими критериями. И вот в соответствии с этими критериями есть четыре стадии или степени миелофиброза. Ноль это значит миелофиброза нет. Милофиброза нет, это значит, что конечно ретикулиновый каркас какой-то есть, но это редкие волокна, которые практически никогда не пересекаются друг с другом. МФ1 волокон стало больше, появляются пересечения и обратите пожалуйста внимание, что вот этот костный мозг МФ0 выглядит таким гораздо более что ли с равномерным распределением клеток. А вот здесь клеточки начинают выстраиваться в такие тяжи или колонки или как говорят струится, но это и понятно, потому что каждая такая колонка отграничена волокнами ретикулиновыми, которых как мы уже говорили здесь избыток. Процесс нарастает МФ2 еще больше ретикулинных волокон, появляются пучки, а МФ3 соответствует коллагеновому фиброзу, вы видите, что мало остается клеток в костном мозге в обзорной окраске, и появляются такие пучки, окрашенные в коричневый цвет, что соответствует фактически пучкам коллагеновых волокон. Дифференциальная диагностика милопролиферативных заболеваний предполагает, как уже говорилось, диагностику как с реактивными тромбоцитозами, ретроцитозами, так и диагностику внутри группы милопролиферативных заболеваний, скажем, диагностику милофиброза, истинной полицитомии и эссенциальной тромбоцитомии. Ну вот вы видите слева картинку, которая должна была вам напомнить предыдущую слева внизу. это милофиброз, это мегакариоцитарная пролиферация с резко выраженной АТП мегакариоцитов, с формированием крупных, плотных, а также рыхлых кластеров, с гиперхромией ядер, с появлением таких огромных ядер, которые мы называем облаковидными, которые довольно характерны для именно этой нозологической формы илопролиферативного заболевания. И даже если вы не специалисты в области патологической анатомии, вы увидите, что справа картинка гораздо более спокойная. Мегакариоцитов немножко больше, чем должно быть, но в этих мегакариоцитах нет признаков АТП, нет никакой осилии или изменения численного состава клеток разных типов. Преобладает гранула цветопоез, но этот гранула цветопоез дозревающий, а здесь он, между прочим, не совсем с нарушением он омоложен, хотя и дозревает до сегмента палочки и сегмента ядерных форм. Но здесь совершенно нормальный в общем-то костный мозг с некоторым избытком мегакариоцитов без признаков АТП. Ну вот такая картинка в наибольшей степени соответствует реактивному тромбоцитозу. Правда, надо сказать, что реактивный тромбоцитоз реактивному тромбоцитозу рознь. Вот такая картинка. Я ее исходно заимствовал в руководстве Барбары Бэйн по диагностике заболеваний по трепанобиопсиям. Ну, вы посмотрите, сколько здесь мегакариоцитов. Какие они действительно ушастые и напоминающие рога оленя. Они даже лежат кластерами крупными и мелкими. В общем-то, если не знать ничего, то по этой картинке в костном мозге можно легко поставить диагноз эссенциальной тромбоцитомии морфологической. на самом деле это реактивное изменение, которое было связано с тем, что больной получал, пациент получал лечение стимуляторами рецептора тромбопоэтина, ромипластимом, по поводу идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. Представьте себе, что патолог получает такой трепанобиоптат и не знает чем лечился больным. Будет получен безусловный ответ, я нисколько не сомневаюсь, что это мило пролитеративная опухоль. Ну, а тем временем у нас совместно с Аллой Михайловной Ковригиной появилось собственное наблюдение аналогичного типа. Здесь может быть ядра потолще, они напоминают немножко более толстые рога оленя или уши, но тем не менее в принципе это то же самое. Значительная пролиферация мегакариоцитов крупных с гиперлобулированными ядрами. Эта картинка, точнее табличка, нужна лишь для того, чтобы напомнить вам, что даже появление в периферической крови картины тромбоцитоза выше одного миллиона ну, в старых единицах, а одного миллиона не обязательно должно настораживать сразу и говорить о том, что, ну, значит, с огромной степенью вероятности это мило пролиферативное заболевание. Вы видите, это, конечно, старая работа, конечно, критерии другие, но среди 280 проанализированных историй болезней у больных с тромбоцитозом больше миллиона эссенциальной тромбоцитомии оказалось всего 14% из этой группы, а все остальное приходилось на тромбоцитоз реактивный при инфекции после тромбоцитомии, после операции, при хроническом воспалении, других опухолях и так далее, и так далее. Имеет значение, конечно, как один из критериев, даже не критериев, а признаков подозрительных в отношении эссенциальной тромбоцитомии и вообще мило пролиферативных заболеваний, наличие более стойкого тромбоцитоза. Ну, вот, один из примеров, который взят из нашей диагностической работы, он касается ребенка, но нечто аналогичное мы, конечно, можем встретить и во взрослом отделении гематологическом. Посмотрите, пожалуйста, девочка двух лет, тромбоцитоз, в общем-то, запредельный почти, где-то между миллионом и миллионом тремястами тысячами тромбоцитов, правда, с первого года жизни диагностирована иммунная нейтропения. Что по этому поводу делали и каков был объем терапии неизвестно. Чуть увеличена печень, нормальная селезенка, гемоглобин 115, норма эритроцитов, лейкоцитов, ЛДГ 524, ферритин на нижней границе нормы. Вот примерно такая ситуация. И мы получаем трепанопиоптат. На малом увеличении было видно, что немножко неравномерно распределен на миелоидную ткань лакунах. И вообще ее мало для ребенка двух лет, потому что в два года должна быть практически 90% клеточность, то есть 90% площади лакуны должно быть занято клетками гемопоэза. Ну вот если мы посмотрим на костный мозг при большем увеличении, то мы увидим, что довольно много мегакриоцитов, что они разные, что признаков АТП, полиморфизма значительного, гиперхромии ядер, очевидных признаков дисплазии здесь нет. Мы заметили некую закономерность, о которой как-то не очень было известно, и я даже не знаю, насколько это случайность или закономерность, но в данном случае это обращало на себя внимание. Обратите пожалуйста внимание, ведь здесь преобладают клетки эритропоэза, а вот здесь например гранума цитропоэза. И именно в участке где преобладают клетки эритропоэза высокая концентрация мегакариоцитов. Ну нужно иметь в виду, что там совсем наверху на ранних этапах дифференцировки у мегакариоцитопоэза и эритропоэза есть общий предшественник и может быть пролиферация мегакариоцитов в данном случае является результатом стимуляции этой клетки. Может быть скажем при выходе из аномии такая содружественная мегакариоцитарная пролиферация трудно сказать. Во всяком случае мы не смогли по этому препарату высказаться как-то в отношении опухоли. Здесь нет достаточных данных для этого. Но мы как обычно в таких случаях рекомендовали исследование генетическое и в результате не было получено никаких сведений о том, что имеются характерные для милопролиферативных заболеваний мутации гена JAK2, MPL или калеритикулина. Когда мы говорим милофиброз, то, конечно, нужно, чтобы мы разговаривали на одном языке, потому что термин милофиброз не всегда означает, что речь идет о первичном милофиброзе. То есть, не любой фиброз костного мозга это первичный милофиброз. Милофиброз первичный это нозологическая форма, а фиброз костного мозга это результат огромного перечня, огромного множества разнообразных болезней, как инфекционных, интоксикационных, метаболических, так опухолевых. И, кроме того, фиброз в костном мозге развивается чуть чаще в исходе или как результат прогрессирования истинной полицитемии и значительно реже как результат прогрессирования эссенциальной тромбоцитемии. Таким образом, на основании одного только фиброза костного мозга, конечно, невозможно диагностировать нозологическую форму первичный милофиброз. Слева первичный милофиброз, а справа два совершенно других заболевания. А это даже не заболевание, наверное. Эта картинка была тоже заимствована из руководства. представьте себе, что патолог получил небольшой трепанобиоптат вот примерно такого объема. Здесь фиброзная ткань. Вы видите, что клетки гемопоэза они только по периферии, они немножко пытаются как-то колонизировать рубец, но остается вот такой продолговатой формы рубец и упсовая ткань, которая занимает несколько соседних лаком. На самом деле речь идет о том, что это повторный трепанобиоптат и он был взят из того же места, из которого был взят первичный трепанобиоптат и мы видим рубец на месте взятия трепанобиоптата костного мозга. Поэтому в направлении на патологоанатомическое исследование трепанобиоптата конечно нужно указать, что это не первая трепанобиоптата. Ну а вот такая картинка, которая издалека могла бы показаться может быть атипичными мегакариоцитами и на фоне фиброзной ткани представляет собой фиброз костного мозга связанный с наличием здесь метастаза аденокарцинома в данном случае молочной железы. Еще один метастаз ну а здесь метастаз светлоклеточного рака наверное это рак почки или возможно предстательные железы и пучки фиброзной ткани которые окружают опухолевые структуры. Наибольшую сложность представляет дифференциальная диагностика в группе милопролиферативных заболеваний когда пациент попадает в поле зрения врача на ранних этапах диагностики и как мы видели из работы силе и квасники наибольшую сложность это дифференциальная диагностика первичного милофиброза и эссенциальной тромбоцитомии. Дело в том что милофиброз может начинаться и начинается как правило без фиброза то есть фактически это милофиброз на префиброзной стадии или ранней если мф1 и вот в прошлых схемах диагностических наличие фиброза в частности 1 было считалось допустимым при эссенциальной тромбоцитомии сегодня на эту тему спорят но все-таки если есть фиброз то следует еще раз проанализировать все доводы в пользу и против в русле дифференциальной диагностики милофиброза первичного и эссенциальной тромбоцитомии на уровень и наличие тромбоцитоза операции не приходится потому что при всех дифференциальных диагностических опциях тромбоцитоз возможен причем в ряде случаев тромбоцитоз больше миллиона тромбоцитов в периферической край наверное кое-что мне придется все-таки пропускать из презентации вот эта статья которая на самом деле рассказывает о том насколько воспроизводимы критерии ВОЗ рекомендованы для использования при дифференциальной диагностике милопролиферативных опухолей и здесь приведена фактически чувствительность и специфичность разных признаков но это может быть сугубо патологоанатомическая такая задача анализ этой таблички ну вот помимо основной задачи а здесь собственно занимались четыре независимых патологоанатома вот нужно иметь ввиду что одним из выводов этой работе явилось то что если просматривать трепанобиоптаты вслепую то есть не иметь при этом никаких сведений о клинических данных у пациента ни результатов гемограммы ни мелограммы ни генетики ничего то четыре сверх информированных и сверх профессиональных эксперта патолога одинаково диагностировали извините эти биоптаты только в 70% наблюдений то есть практически каждый одно наблюдение из трех было диагностировано неправильно вряд ли в клинике достоверность диагностики в 66-70% устроит поэтому в направлении на исследование трепанобиоптата костного мозга конечно должна содержаться вся необходимая клиническая информация и я об этом скажу чуть позже еще раз еще одно клиническое наблюдение на этот раз речь идет о девушке подростке 17 лет параметры периферической крови вы видите тромбоцитоз от миллиона ста тысяч до миллиона трехсот тысяч ну и в общем то все остальное видно для 17-20 лет то что мы видим в трепанобиоптате это может быть легкая тенденция гипоклеточности а при большем увеличении опять же виден избыток тромбоцитов мегакариоцитов впрочем при наличии тромбоцитоза в данном случае довольно стойкого в течение полугода а в цифрах больше миллиона наличие избытка мегакариоцитов не является чем-то особенным привлекает внимание то что мегакариоциты расположены очень странно они вот находятся в частности непосредственно на поверхности костной балки что для нормальных мегакариоцитов высшей степени нетипично причем обратите внимание на ядра этих мегакариоцитов они во многих случаях гипер лобулированные многодольчатые при этом никаких существенных изменений в соотношении и качестве миелоидного или эритроидного ростков гемопоэза не происходит ну и встречаются такие участки где отчетливо преобладают мегакариоциты с гипер лобулированными ядрами а вот это вот в общем-то довольно классическая картинка ушастых или в виде рогов оленя ядер мегакариоцитов в общем в данном случае есть основания для того чтобы заподозрить наличие хронического милопролиферативного заболевания или просто милопролиферативного заболевания по современной классификации единственное что останавливало от быстрого и однозначного ответа это то что все-таки пациенту пациентке 17 лет так бывает не очень часто прямо скажем но последовала рекомендация выполнить необходимые генетические исследования и генетические исследования выявили наличие мутации кальритикулина в том самом месте который типичен для группы милопролиферативных заболеваний таким образом в результате два варианта либо это эссенциальная тромбоцитомия либо это возможно наследственный тромбоцитоз но тогда нужно наверное исследовать в том числе и родители этой девочки для того чтобы сделать такой вывод еще одно важное важное положение которое включено в возовскую редакцию классификации восьмого года это положение о неклассифицированном милопролиферативных заболеваний нужно сказать что вот этот MPNU не является ну скажем просто такой помойной корзиной для всего где мы не можем поставить диагноз MPNU используется эта рубрика в строго определенных ситуациях в частности при наличии безусловных клинических морфологических лабораторных признаков милопролиферативного заболевания но сложностей в классификации внутри этой группы ну то есть нет четких признаков которые позволят бы отнести это заболевание либо к милофиброзу либо к истинной полицитемии либо к эссенциальной тромбоцитемии то есть это бывает обычно на ранних стадиях этих болезней примерно то же самое касается поздних стадий милофиброза лостоисклероза или этапов трансформации кроме того сделать окончательный вывод о нозологической принадлежности заболевания сложно когда имеется сопутствующие тяжелые заболевания в виде опухоли или скажем хронического воспалительного процесса который в значительной степени имеет общие патогенетические механизмы с механизмами милофиброза и таким образом вмешивается в патогенез мило-пролиферативного заболевания нельзя диагностировать неклассифицированные мило-пролиферативные заболевания при небольшом объеме трепанобиоптата костного мозга необходимо получить достаточный объем при отсутствии необходимых для диагноза клинических и лабораторных данных необходимо получить необходимые лабораторные клинические данные при наличии предшествующей терапии цитостатиками или колонии стимулирующими факторами а также при наличии реранжировых генов которые ассоциированы очень четко с совершенно другими заболеваниями из группы мило-пролиферативных опухолей мы можем посмотреть на один из таких примеров собственно по морфологическим данным по данным биопсии то что мы видим здесь это картина неклассифицированного мило-пролиферативного заболевания с тромбоцитозом 5 миллионов соотношение ростков степень расширения расширения их клеточность костного мозга цитологические особенности разных ростков и мегакариоцитов в частности мегакариоцитарного в частности которые доступны оценке в этом препарате не позволяют сделать окончательный вывод о том куда его отнести но здесь нужно иметь ввиду что у пациента анемия и в этих случаях исследование костного мозга с окраской на гемосидерин является обязательным причем это исследование лучше выполнять в мазках в мазках костного мозга а не в трепанобиоптатах где оно не всегда позволяет локализовать гранулы очень четко и вот при исследовании мазков было выявлено что подавляющее большинство эритроидных предшественников имеет вот такие почти замкнутые кольца из гемосидерина вокруг ядра это аномальная локализация гемосидерина в митохондриях и таким образом был сделан вывод о наличии здесь своеобразной формы в соответствии с критериями и рекомендациями которые будут использованы в классификации в редакции шестнадцатого года это рефракторная анемия с кольцевидными сидоробластами и тромбоцитозом тромбоцитами тромбоцитами надо сказать это заболевание по-видимому следует классифицировать как милопролифератив милодиспластическое милопролиферативное заболевание есть такая рубрика в классификации ВОЗ поскольку в этих случаях в подавляющем большинстве имеется и мутация гена SF3B1 которая в высшей степени характерна для рефракторной анемии с кольцевидными сидоробластами и определяет вот это аномальное накопление гемосидорина в митохондриях вокруг ядра и одновременно с этой мутацией есть мутация G2 В617F которая характерна как мы увидели для милопролиферативного опухолей наверное мне нужно приближаться к завершению поэтому наверное нужно сказать о четырех основных вариантах прогрессирования первичного миелофиброза но это хорошо известный вариант с бластной трансформацией это прогрессирование собственно на фиброза это милодисплазия подобные изменения и это ранее неописанное но сейчас включенные в этот список так называемая HMML подобная трансформация причем нужно иметь ввиду что при HMML подобной трансформации возникают совершенно удивительные картины в костном мозге у меня к сожалению нет своих собственных наблюдений на эту тему поэтому я решил показать вам картинки которые взяты из статьи в Modern Pathology 2013 года и вот эти иллюстрации вот то что было до развития моноцитоза и вот то что стало в костном мозге после развития моноцитоза такое ощущение что миелофиброз с мегакариоцитарной гранулоцитарной пролиферацией расширением синусоидов с вытеснением элементов гемопоэза за счет фиброза в просвет этих синусоидов с резко выраженным ретикулиновым и коллагеновым фиброзом вот это все каким-то образом закончилось и теперь картина без фиброза с пролиферацией моноцитарных клеток моноцитарного ряда вы видите резкое снижение количества ретикулина вплоть до м0 м1 скажем и даже исчезновение участков коллагенового фиброза но вот такая ситуация является редкой но она тоже сегодня рассматривается в русле прогрессии первичного милофиброза ну и в конце я хотел бы сказать о том что диагноз диагноз хронического милопролиферативного заболевания или милопролиферативной опухоли в соответствии с критериями всемирной организации здравоохранения не может быть поставлен если его ставят специалисты как бы раздельно вот клиницисты гематологи анализируя свои результаты клинико-лабораторные решаются поставить такой диагноз морфологи не владея клиническими данными ставят свой диагноз а молекулярные генетики например обнаружив мутацию джек-2 высказываются однозначно о том что это картина молекулярно-генетическая лежащая в основе милопролиферативной опухоли не зная опять же ни клинических ни морфологических данных так не может быть а диагноз является и может появиться только в результате интеграции клинических молекулярных и молекулярно-генетических морфологических и молекулярно-генетических данных и только такой диагноз будет полноценным и соответствовать современному уровню знаний что ли в этой области Вы, наверное, знаете, что Алла Михайловна Ковригина и мной была в прошлом году опубликована такая небольшая книжечка, которая называется «Учебное пособие, по-моему, для патоморфологической диагностики первичного минофиброза». Вот тут справа эта картинка представлена, как выглядит обложка, и в качестве приложения включен бланк направления трепанобиоптата костного мозга на патолого-анатомическое исследование в случае, если вы подозреваете одно из милопролиферативных заболеваний. Ну, не обязательно распечатывать именно этот бланк, но, наверное, стоит посмотреть, по крайней мере, в эту часть книжки для того, чтобы не забыть включить в направление для морфологического исследования все необходимые клинические и лабораторные данные. Ну, и последние две картинки – это картинки, которые взяты, опять же, с клиники, из сайта клиники Мэйо. Они говорят о том, ну, во-первых, они говорят о том, что наличие или диагностика мутационного статуса является на сегодняшний день практически обязательным компонентом диагностики. Но исследование мутационного статуса происходит только по результатам исследования трепанобиоптата костного мозга. И именно картина в трепанобиоптате определяет дальнейшее действие. Коротко смысл этой картинки заключается в том, что если в трепанобиоптате выявляется картина, которая может свидетельствовать в пользу милопролиферативного заболевания, ну, а может, в принципе, и не свидетельствовать, то тогда последовательность действий такова. Джек-2 – классическая мутация. Если оказывается, что такая мутация есть, то нужно выбрать будет в результате ряда лабораторных тестов и анализа клинической картины один из четырех вариантов. Три основных или МПН неклассифицированы. Если же Джек-2 отсутствует, следующим этапом каль-ретикулин, если присутствует тот же результат, кроме истинной полицитемии. Вообще, если вы получаете негативный результат при исследовании мутации в классическом месте или в 12-м их зоне гена Джек-2, то это означает, что диагноз истинной полицитемии почти невозможен. Но, может быть, один на тысячу возможен, но не чаще. Поэтому здесь нет истинной полицитемии, осталось только три возможности. Первичная милофиброза, эссенциальная тромбоцитемия и неклассифицированное заболевание. И если каль-ретикулин не мутирован, тогда МПЛ, и если да, то то же самое. А если нет мутации МПЛ, то мы останавливаемся на этапе наблюдения клинического и повторного исследования, если к тому возникают какие-то показания. А если морфология костного мозга однозначно свидетельствует в пользу милопролиферативной опухоли, то понятно, что мы нигде не останавливаемся. И в конце каждой из этих цепочек, которая предполагает те же самые три исследования, JEC-2, каль-ретикулин и МПЛ, то в конце получается истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миловый фиброз или неклассифицированное милопролиферативное заболевание или опухоль. На этом позвольте закончить. Большое спасибо за ваше внимание. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Спасибо большое, Вадим Валентинович. Уважаемые коллеги, я напомню, что видеозаписи всех вебинаров и лекций вы сможете повторно посмотреть на нашем сайте www.medinova.org. В настоящее время мы принимаем вопросы, касающиеся прочтенных лекций. И, Вадим Валентинович, для вас поступило несколько вопросов на сайт, в том числе от доктора из Коломны пишет. Уважаемый Вадим Валентинович, насколько сложна для диагностики, обозначенная в классификации ВОЗ 2008 года, форма мелодиспластического синдрома МДС с фиброзом? Насколько убедительны существующие диагностические критерии? Есть два заболевания в спектре дифференциальной диагностики, которые представляют собой существенные сложности. Это МДС с фиброзом и редко встречающаяся и очень плохо определенная нозологическая форма, которая называется аутоиммунный эмиевый фиброз. Я не буду занимать ваше время деталями, но вопрос звучал, насколько сложны и хорошо определены. Я бы сказал, что сложны и определены плохо. Спасибо. Следующий вопрос от наших коллег из Санкт-Петербурга. Каков механизм пролиферации мелодного ростка при наличии мутации кальретикулина? Это интересный, конечно, вопрос. На самом деле, кальретикулин – это вездесущий белок. Он есть и в цитозоле, он есть и в эндоплазматическом этикулуме, он есть и в мембране, он имеет отношение к транспорту кальция, он является шопероном, то есть конфигурирует другие белки. И вот, несмотря на такую убиквитарность, в самое последнее время, буквально год назад, показано, что, по крайней мере отчасти, эффекты мутированного кальретикулина достигаются через стимуляцию рецептора тромбополитима. Точный механизм этого процесса до сих пор неизвестен, но то, что сигнальный путь, который является, как мы видели, общим для всей группы мелопролиферативных заболеваний, он оказывается стимулирован и при мутации кальретикулина, это еще один довод в пользу общего патогенда. Спасибо. Коллеги из Чебоксар, если есть возможность, мы могли бы попросить вас включить микрофон и задать ваши вопросы устно. Если такой возможности нет, мы будем рады принять их письменно на нашем сайте. Окно под окном трансляции. Вадим Валентинович, дальше есть еще ряд вопросов для вас. Можно ли мутации к ЖАК-2 и кальретикулина выявить с помощью ИГХ-исследования? Конечно, антитела к мутированному к ЖАК-2 и к мутированному кальретикулину есть. Но антитела к ЖАК-2 для иммуногистохимического исследования не используются. А вот антитела к мутированной форме кальретикулина были получены в лаборатории Вануки. Есть статья, 2014 год, журнал «Легемия», где, я бы сказал, очень красивые картинки. Но поскольку эти антитела пока коммерчески недоступны и опыт их использования очень небольшой, то, конечно, рекомендовать их для рутинного использования в настоящий момент невозможно. Ну, хотя многие вещи, которые 10 лет назад казались невозможными для рутинного применения, сегодня вполне успешно используются. Поэтому, наверное, мы когда-нибудь сможем их использовать для диагностики тоже. По крайней мере, антитела к кальретикулины. Спасибо. И следующий вопрос из Москвы. Есть ли смысл проводить окрашивание препаратов по массону с целью выявления милофиброза или уточнение стадии заболевания? Вот как-то история отечественной педагогической анатомии пренебрегала массону. Даже в тех случаях, когда речь была о, я не знаю, оценке степени фиброза в разных других ситуациях. Мы как-то больше привыкли ориентироваться на пикрофуксин по вангизону. Вот так сложилось. Но окраска по массону гораздо более чувствительна. И ее гораздо более легко оценить. Поэтому в рекомендациях группы экспертов звучит именно массон. То есть, если мы следуем критериям и золотому стандарту диагностики и отслеживания динамики, мониторинга, ответа на терапию и так далее, то мы должны использовать серебрение по коморре для оценки ретикулинового фиброза и реакцию по массону для оценки коллагенового фиброза. То есть, горка отверт – да. Спасибо. И последний вопрос из тех, что поступил к настоящему моменту. Могут ли при отсутствии мутации ДжАК-2 работать препараты, ингибирующие ДжАК-2? Ну, вопрос может быть скорее к Ирине Николаевне, чем к кому. Ну, наверное, Ирина Николаевна ответит. Ну, и я попробую начать. Правда, если она со мной не согласится, то вы мне дайте знать, пожалуйста. Дело в том, что препараты, которые сегодня, я бы сказал, ограниченно доступны, мы надеемся, что они будут гораздо более доступны, которые подавляют активность ДжАК-2, они подавляют активность ДжАК-2 как мутированной формы, так и не мутированной. Да, конечно, всё так. Я с вами абсолютно согласна. И кроме того, я могу дополнить, что роксолитинип показал высокую эффективность независимо от любых мутаций. И в исследовании Комфорт-1 было показано, что роксолитинип нивелирует неблагоприятное прогностическое значение таких эпигенетических мутаций, как ADH-1 и ADH-2. То есть пациенты, которые имеют эти мутации, определённо имеют неблагоприятный прогноз и высокий риск трансформации повторичного острая лейкоз, лечение этих пациентов роксолитинипом показывает хорошие результаты. Ну вот, и патогенетически это на самом деле очень хорошо обосновано. Если даже вспомнить те отдельные, так сказать, эпизоды генетической регуляции сигнальных путей, которые мне удалось осветить во время лекции, то надо сказать, что ведь вот эти три основных мутации, ну, JAK-2, понятно, это активирующая мутация, собственно, этой молерной. А если возникает активирующая мутация MPL, рецептора тромбоприятина, то ведь эффект передаётся всё равно через JAK-2, и поэтому ингибирование активности JAK-2 вполне патогенетически обоснованно прекратит вот эту патологическую стимуляцию со стороны мутированного рецептора. Ну, и один из вопросов, который сегодня звучал по поводу калеретикулина, как выяснилось, действительно, при мутации калеретикулина, уж не совсем понятно, каким образом, сигнальная система JAK-START, она тоже активирована, и поэтому в этой части ингибирование не мутированного JAK-2 приводит к хорошему клиническому результату. Ну, вот такой ответ. — Коллеги, спасибо. На данный момент это все вопросы. Может быть, у наших коллег из Чебоксар также есть вопросы. Может быть, к сожалению, мы видим, что микрофон выключен. Если вдруг вопросы появятся, будем рады получить их. — Я выложу извиниться в связи с напряжённым графиком. Я отключаюсь от трансляции. Если будут вопросы по поводу морфологической части, то через организаторов вебинара я их получу и, конечно, отвечу. — Всего доброго, спасибо большое. — Спасибо. Всего доброго, Вадим Валентинович. — Мы продолжаем следовать программе вебинара, и следующая лекция прозвучит в исполнении Ирины Николаевны Суборцевой, научный сотрудник гематологического научного центра «Москва». Вам слово, Ирина Николаевна. — Узбаку, уважаемые коллеги. А сейчас разрешите перейти к клинической части нашего семинара. И хочу вам представить доклад, касающийся современной терапии милофиброза. Как известно, милофиброз — это мило-пролиферативное заболевание или неоплазия, или опухоль, которая характеризуется клональной пролиферацией стволовых клеток, аномальной экспрессией цитокинов, фиброзом костного мозга, гепатомегалии, спленомегалии, как следствие экстрамедулярного гемопоэза, наличием симптомов опухолевой интоксикации, кахексии, лейкой ретробластозом в периферической крови, лейкемической прогрессии заболевания и низкой выживаемостью пациентов. Более 50 лет со дня открытия, со дня выделения мило-пролиферативных заболеваний, фенегативных мило-пролиферативных заболеваний в отдельную группу, молекулярно-генетическое событие, которое лежало в основе данной группы заболеваний, было неизвестно. И только в 2005 году, благодаря работе нескольких групп ученых, была открыта мутация гена JAK2, который кодирует нерецепторную тирозинкиназу JAK2. В норме функция данной тирозинкиназа заключается в передаче сигнала от рецептора к белкам, которые находятся внутри клетки и далее передают сигналы к ядру. В норме происходит связывание рецептора с легандом. В качестве леганда могут выступать эритропоэтин, тромбопоэтин, колоннестимулирующие факторы. В результате этого происходит конформационное изменение рецептора, аутофосфорилирование JAK2, в результате чего происходит фосфорилирование цитоплазменных белков и передача сигналов к ядру. При возникновении мутации, независимо от связи рецептора с элегандом, происходит постоянное аутофосфорилирование нерецепторной тирозинкиназы JAK2 и постоянная передача сигналов активации пролиферации, активации дифференцировки и угнетения апоптоза к ядру. Годом позднее, в 2006 году, была открыта мутация в гене тромбопоэтина. В настоящее время известен целый ряд мутаций в данном гене, которые также активируют статусигнальные пути и активируют передачу сигналов пролиферации, дифференцировки в ядро. Несмотря на открытие данных мутации, до 40-30% случаев первичного миэлофиброза молекулярное событие, лежащее в основе этих случаев, было неизвестно. И только в 2013 году, благодаря работе двух групп ученых, была открыта мутация в гене кальритикулин. И в настоящее время известно более 36 мутаций данного гена. Наиболее часто это мутации типа 1, которая представляет собой делецию, и мутации типа 2, которые представляют собой инсердцию. И на долю всех остальных мутаций приходится лишь небольшой процент наблюдений. Выявление, идентификация данных мутаций является важным диагностическим и прогностическим маркером. Очевидно, что пациенты, которые имеют мутацию гена кальритикулин, имеют лучшую общую выживаемость по сравнению с пациентами, у которых выявлена мутация JAK2 и MPL. В гематологическом научном центре проводится диагностика милопролиферативных заболеваний. И молекулярно-генетическое исследование, в том числе исследование кальритикулина, является стандартной процедурой. В 2014 году исследование маркера кальритикулин было выполнено 37 больным с первичным милофиброзом, у которых отрицательные маркеры JAK2 и MPL. Данная мутация была выявлена у 16 пациентов, что составляет 43% наблюдений. То есть этот маркер молекулярный не такой уж редкий, он встречается довольно часто при первичном милофиброзе. Однако патогенез первичного милофиброза представляет собой сложный процесс, и клональный гемопоэз, и фенотипические особенности заболевания, и прогрессия заболевания с трансформацией в острый лейкоз определяется целым рядом мутаций, которые регулируют цитокиновые пути, сплайсинг РНК, участвуют в эпигенетической регуляции. Схематично частота данных мутаций представлена на графике. Что касается диагностики первичного милофиброза, всем пациентам с подозрением на первичный милофиброз, в первую очередь необходимо исключить вторичные изменения и реактивные состояния. Молекулярно-генетическое исследование, скрининг на BCR-ABLE для исключения хронического милофиброза должно проводиться всем пациентам. Когда данный диагноз хронический милофиброз исключен, необходимо продолжить скрининговую диагностику и провести молекулярно-генетическое исследование для выявления маркеров JAK2 в 14-м или 12-м экзоне МПЛ и кальретикулин при негативных результатах предыдущих исследований. Исследование костно-мозгового кроветворения, это трепанобиопсия костного мозга, является стандартом диагностики мило-пролиферативных заболеваний, должно быть выполнено всем пациентам. И, конечно, диагноз должен быть поставлен с учетом клинических данных. Дифференциальная диагностика первичного милофиброза должна проводиться с рядом заболеваний. В первую очередь необходимо исключить заболевания системы крови, в том числе хронический милоидный лейкоз, острый милофиброз, милодиспластические синдромы, множественная миелома, волосатоклеточный лейкоз, лимфома Ходжкина, не Ходжкинские лимфомы, мастацитоз, метастазы злокачественных опухолей в костный мозг, инфекции, токсическое воздействие. Милофиброз может развиваться после лучевой терапии, при заболеваниях костей, при остеопорозе, при гипер- или гипопаратериоидизме, при наличии системных воспалительных заболеваний соединительной ткани, синдроме серых тромбоцитов. Постановка диагноза первичный милофиброз возможна только при тесном сотрудничестве всех врачей, клиницистов, морфологов, молекулярных генетиков. В настоящее время в основе постановки диагноза первичный милофиброз лежат критерии ВОЗ, предложенные в 2008 году, которые включают как морфологические, молекулярно-генетические, и, конечно же, клинические характеристики заболевания. В 2014 году были предложены новые критерии диагностики первичного милофиброза. Принципиальных изменений они не понесли. Основное отличие – это включение в данные критерии нового молекулярно-генетического маркера – мутации кадритикулин. Диагноз милофиброз может быть не только первичный, но и вторичный при наличии предсуществующего заболевания истинной полицитемии или эссенциальной тромбоцитемии. Данный диагноз также является комплексным и должен быть установлен при наличии больших и малых критериев. И основной критерий – это наличие предшествующего заболевания, истинной полицитемии или эссенциальной тромбоцитемии. Клиническая картина милофиброза складывается из целого ряда симптомов, синдромов. Прежде всего, это синдром опухолевой интоксикации, который проявляется в гипертермии, в кахексии, появлении болей в костях. Синдром опухолевой пролиферации характеризуется развитием гепатосплена мегалии, что клинически проявляется жалобами пациента на чувство тяжести в области левого и правого подреберья, чувство раннего насыщения, болевой синдром в подреберье. Аномический синдром проявляется тахикардией, слабостью, быстрой утомляемостью. Тромботические осложнения очень часто встречаются при мило-пролиферативных заболеваниях. И зачастую они являются первым проявлением заболевания, которое является причиной обращения пациента к врачу и проведения дополнительного исследования. Синдром инфекционных осложнений характеризуется в более тяжелом течении инфекции. Это могут быть любые инфекционные осложнения, и пневмония, и другие воспалительные процессы. Геморрагический синдром характеризуется кровоточивостью после малейших травм, после хирургических вмешательств, экстракции зубов, но может проявляться в виде петехий или в виде гематом. Однако клиническая картина характеризуется гетерогенностью, разнородностью. В 2014 году было проведено исследование со включением 329 больных первичным милофиброзом. Эти пациенты заполняли опросники, где по специальной шкале от 0 до 10 баллов они оценивали тяжесть, выраженность симптомов, которые у них присутствовали. Далее эти пациенты были сгруппированы в кластеры, что отражено на слайде, где каждая горизонтальная строка – это симптом, и вертикальная строка – это отдельный пациент. Было выявлено статистически достоверное различие между данными группами, между кластерами пациентов по уровню тромбоцитов, плеякоцитов и прогнозу, который определялся по шкале D-IPSS. Однако очевидно, что внутри каждой группы симптомы гетерогенные, разнородные. Общим симптомом для первичного милофиброза является спленомегалия. По данным разных авторов, заболевание со спленомегалием протекает от 64 до 89% наблюдений. Спленомегалия вызывает механический дискомфорт, появление боли в левом подреберье, чувство раннего насыщения. При развитии массивной спленомегалии существует риск инфаркта в селезенке. В селезенке происходит секвестрация крови, что приводит к усугублению цитопении. На данном слайде представлен типичный вид пациента с милофиброзом, с массивной спленомегалией. Течение заболевания отличается у разных пациентов. У ряда больных заболевание находится в стабильной фазе в течение длительного времени. Пациенты наблюдаются у гематологов с умеренной спленомегалией, с нормальными показателями клинического анализа крови. Однако у ряда больных заболевание характеризуется быстрой прогрессией, быстрым увеличением селезенки и быстрой трансформацией во вторичный острый милоидный лейкоз. Поэтому после установления диагноза первичный милофиброз необходимо определить прогноз, который определяется по специально разработанным шкалам. В 2009 году была разработана международная система количественной оценки прогноза, которая включала в себя показатели возраста, наличие симптомов опухолевой интоксикации, анемия, лейкоцитоз и наличие бласта в периферической крови. В 2010 году данная шкала была доработана и показателю анемии гемоглобин менее 100 грамм в литре было присвоено значение 2 балла. Шкала IPSS позволяет прогнозировать прогноз, позволяет определить прогноз заболевания на момент постановки диагноза, в то время как шкала D-IPSS динамическая международная система количественной оценки прогноза позволяет определить течение заболевания, прогноз для пациента в любой момент обращения пациента, как на момент постановки диагноза, так и в процессе динамического наблюдения. Затем, в последующем, в ряде исследований было показано независимое прогностическое значение аномального кариотипа, который может быть любой у пациентов с мейлофиброзом. Это может быть делеция 20-й хромосомы, трисомия 8-й хромосомы, делеция 7-й хромосомы. И в 2013 году была разработана система D-IPSS+, куда включен такой показатель, как неблагоприятный кариотип. Целями терапии больных первичным мейлофиброзом является предупреждение прогрессирования заболевания, увеличение общей безрецидивной выживаемости, облегчение симптоматики, которая проявляется в улучшении качества жизни, лечения анемии, оккупирование с пленами галии и контроле за симптомами опухолевой интоксикации, а также предупреждение осложнений в случае беременности и в случае хирургических пособий, хирургических вмешательств. Выбор терапии колеблется от простого динамического наблюдения за пациентами до более агрессивных методов лечения с проведением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. При принятии решения о выборе терапии необходимо учитывать группу риска, которая, как я уже сказала, оценивается по системам IPSS, DAPSS, DAPSS+, наличие и степень выраженности симптомов заболевания, то есть симптомов опухолевой интоксикации, возраст больного, комарбидность, наличие совместимых по системе HLA доноров и возможность проведения трансплантации костного мозга. Кандидатами для проведения трансплантации костного мозга является пациент с первичным милофиброзом с промежуточным 2 или высоким риском в возрасте менее 60 лет без серьезных сопутствующих заболеваний с соматическим статусом, который оценивается по шкале ВОЗ от 0 до 2 баллов, то есть 0,1,2 балла. И, конечно, при наличии совместимого родственного или неродственного донора, но также пациентов с низким и промежуточным одним риском следует рассматривать как потенциальных кандидатов для трансплантации костного мозга при появлении признаков прогрессии заболевания, при развитии резистентности или непереносимости проводимого лечения, проводимой терапии. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в настоящее время является единственным методом терапии, который позволяет добиться излечения у ряда больных первичным миелофиброзом. Однако, это сложный вопрос, при решении которого необходимо учитывать и возраст пациента, и наличие донора и прогноз для пациента и сопутствующие заболевания и общее состояние пациента. В настоящее время циторедуктивная терапия не позволяет излечить пациента, но позволяет при адекватном назначении контролировать симптомы заболевания, предупреждать прогрессию заболевания. Лечение первичного миелофиброза посиндромное. Для лечения анемии назначают глюкокортикостероиды, андрогены в длительном режиме, эритропоэтин, иммуномодуляторы. Для купирования с пленами галии, для лечения с пленами галии основным базовым препаратом остается гидроксимочевина. У пожилых пациентов старше 70 лет бусульфан в качестве второй линии при массивной с пленами галии можно назначать кладрибин короткими курсами и в качестве палеотивных методов лечения используется спленоктомия или лучевая терапия на область селезенки. В качестве симптоматических средств для лечения симптомов интоксикации, в частности кожного зуда, можно назначать транквилизаторы, которые обладают седативным эффектом, обезболивающим эффектом, это аторакс и габапентин. На ранних стадиях заболевания у молодых пациентов при умеренной сплене мегалии, когда заболевание протекает только с тромбоцитозом, можно назначать препараты интерферона. В настоящее время появился целый класс препаратов, новых препаратов, таргетных, предназначенных для лечения миелофиброза. В настоящее время в России зарегистрирован только один препарат из этой группы, это руксолетиниб, который был зарегистрирован в 2013 году. Он является селективным ингибитором ДжАК-1, ДжАК-2, воздействует на сигнальные пути ДжАК, регуляция которых представляет собой основную точку патогенеза. В качестве предрегистрационных клинических исследований было проведено два, которые называются Комфорт-1 и Комфорт-2. В исследовании Комфорт-2 было включено 309 пациентов с первичным милофиброзом, а также пациенты с постполицитемическим, посттромбоцитемическим милофиброзом, которые были рандомизированы в отношении 1 к 1 в группу руксолитениба и в группу плацебо. В исследовании Комфорт-2 включено 219 больных с таким же диагнозом милофиброз, как первичный, также постполицитемический, посттромбоцитемический. Одна ветка в этом исследовании, одна группа пациентов получали руксолитениб и вторая группа пациентов получали наилучшую доступную терапию. Конечными точками данных исследований, целью проведения данных исследований была оценка объема селезенки к 24-й и 48-й неделе терапии, а также вторичными точками наблюдения были оценка клинической картины, оценка конституциональных симптомов, оценка общей выживаемости, то есть оценка отдаленных результатов терапии ингибиторами ДжАК-2 и оценка фиброза костного мозга. Результаты, которые были получены в этих исследованиях, обнадеживающие. У большинства пациентов в исследовании Комфорт-1 к 24-й неделе терапии руксолитенибом достигнуто уменьшение объема селезенки на 35% от исходного уровня. В исследовании Комфорт-2 к 48-й неделе наблюдения сокращение размеров селезенки на 35% от исходного уровня достигнуто у 30% пациентов. Терапия руксолитенибом изменяет качество жизни больных. Все пациенты заполняли специальные опросники по оценке симптомов, которые у них присутствовали. Было отмечено улучшение конституциональной симптоматики, в особенности при сокращении размеров селезенки, снижение выраженности дискомфорта в животе, боли в левом подреберье, чувство раннего насыщения. Пациенты отмечали прибавку массы тела, увеличение массы тела, что очень важно для пациентов к ахексии. Также наблюдалась тенденция к нормализации функциональных показателей. И к 24 неделе все пациенты отмечали снижение слабости, снижение выраженности, общей утомляемости. Что касается отдаленных результатов, в исследовании Комфорт-2 при оценке, проведенной через 2 года, было выявлено снижение риска смерти на 42% в группе Руксалитениба по сравнению с группой больных, получавших плацебо. В исследовании Комфорт-2 риск смерти снижался на 52%, когда оценка была проведена через 3 года терапии ингибиторами Джак-2. В 2013 году Квасникой Хансом Михаэлем и соавторами было представлено на конгрессе Эш сообщение, касающееся фиброза костного мозга у больных, получавших терапию Руксалитениба. В это исследование было включено 158 пациентов, которые были рандомизированы на 2 группы. Одна группа получала Руксалитениб и вторая группа получала наилучшую доступную терапию. Исследование костного мозга проводилось на момент постановки диагноза, а также через 24 и 48 месяцев от начала проведения терапии. Результаты трепанобиопсии костного мозга оценивались в нескольких лабораториях, несколькими независимыми патологами. После анализа данных результатов очевидно, что пациенты, получавшие Руксалитениб, имели улучшение, то есть снижение степени фиброза костного мозга по сравнению с контрольной группой. Частота стабилизации была примерно одинакова в сравниваемых группах и пациенты, получавшие наилучшую доступную терапию, конечно, имели худшие результаты в отношении фиброза костного мозга по сравнению с пациентами, получавшими лечение Руксалитенибом. И это может свидетельствовать, полученные данные могут свидетельствовать о том, что Руксалитениб меняет естественное течение заболевания. Так как Руксалитениб является не селективным ингибитором Джак-2, а ингибирует и Джак-1, и Джак-2, на этом основано наличие побочных эффектов при терапии Руксалитенибом. Наиболее частыми побочными эффектами является анемия, снижение уровня гемоглобина и тромбоцитопения. На данном слайде очевидно показано, наглядно показано, что снижение гемоглобина отмечается в первое время от начала терапии препаратом, а затем уровень гемоглобина выходит на плату и анемия нетрансфузионно зависимая. Число тромбоцитов также снижается, но при достижении определенного уровня выходит на плату. Самыми частыми негематологическими побочными эффектами Руксалитениба является образование подкожных кровоподтеков, головокружение, головная боль. В 2014 году в России были разработаны национальные клинические рекомендации по диагностике терапии фенегативных милопролиферативных заболеваний, которые были разработаны с участием 10 ведущих центров. Данные рекомендации были утверждены на втором конгрессе гематологов России, который состоялся в апреле 2014 года. Вместо Руксалитениба в лечении первичного милофиброза было определено как для пациентов отнесенных в группу промежуточного 2 и высокого риска в качестве первой линии терапии при наличии спленомегалии и конституциональных симптомов, то есть симптомов опухолевой интоксикации, а также у больных отнесенных в группу промежуточного 1 и низкого риска при наличии спленомегалии, при наличии симптомов опухолевой интоксикации и при резистентности или неэффективности первой или последующей линии терапии. Руксалитениб является препаратом, который назначается перорально и начальная дозировка препарата зависит от числа тромбоцитов. При числе тромбоцитов более 200 тысяч препарат назначается по 20 миллиграмм два раза в сутки. При числе тромбоцитов от 200 до 100 препарат назначается по 15 миллиграмм два раза в сутки. Лечение должно быть под строгим контролем клинического анализа крови. Клинический анализ крови должен проводиться каждые 2-4 недели и при развитии такого осложнения как тромбоцитопения необходимо коррегировать дозировку препарата. При снижении числа тромбоцитов менее 100 тысяч дозировка препарата должна быть уменьшена. Уменьшена на 5 миллиграмм от начальной дозы препарата. В исследовании комфорт 1 было показано, что эффективность терапии руксолетенибом не зависит от коррекции дозировки, которая проводится с учетом тромбоцитопении. И более важна непрерывная постоянная терапия, чем перерыв терапии из-за развития таких побочных эффектов, как тромбоцитопения. На данном слайде показано коррекция дозировки руксолетениба в зависимости от числа тромбоцитов. Конечно, тромбоцитопения менее 50 тысяч не является абсолютным противопоказанием к назначению препарата или продолжению терапии препарата. Лечение должно, как я уже сказала, проводиться под строгим контролем клинического анализа крови и с учетом геморрагического синдрома. И при развитии тромбоцитопения менее 50 тысяч возможно назначение препарата, но в минимальной дозировке это 5 миллиграмм дважды в день. Лечение препаратом, лечение руксолетенибом должно быть продолжено в течение 24 недель, после которых только возможна оценка эффективности лечения. С особой осторожностью следует назначать руксолетениб больным с тяжелой почечной недостаточностью, с оклиренсом креатинина менее 30 миллилитров в минуту и больным с печеночной недостаточностью. Противопоказан руксолетениб беременным и пациентам в возрасте младше 18 лет. Через 24 недели терапии препаратом, в течение 24 недель терапии препаратом необходимо проводить оценку размеров селезенки, наличие или отсутствие токсичности и степень сокращения размеров селезенки и купирование симптомов интоксикации это индивидуальный показатель, который индивидуален для каждого конкретного пациента. Если же встает вопрос о необходимости отмены руксолетениба либо вследствие развития токсичности, либо непереносимости, индивидуальной непереносимости препарата, либо неэффективности, то снижение дозировки руксолетениба должно быть постепенным каждые 7-10 дней. Избегать резкой отмены препарата вследствие опасности развития цитокинового криза с быстрым возвратом симптомов интоксикации и с быстрым нарастанием спленомегалии. В период отмены ингибиторов ДжАК-2 возможно назначение системных глюкокортикостероидов преднизолона в дозировке от 20 до 30 мг в сутки. Перспективами терапии первичного милофиброза является комбинированная терапия, это комбинация руксолетениба с другими препаратами, с донозолом, иммуномодулятором, эритропоэтином, а также назначение руксолетениба в качестве подготовки к трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И в настоящее время проводится целый ряд клинических исследований с использованием принципиально новых классов препаратов. Это и мапкингибиторы, ингибиторы теломиразы, ингибиторы эмбриональных сигнальных путей, ингибиторы фиброза костного мозга. Причинами смерти больных милофиброзом чаще всего является трансформация в острый лейкоз до 30% пациентов имеет быстрое прогрессирование заболевания со трансформацией во вторичный острый милоидный лейкоз. Другой причиной смерти пациентов является прогрессия милофиброза без трансформации. Тромбозы и сердечно-сосудистые осложнения отмечаются у 13% больных, кровотечения у 5%, развитие портальной гипертензии у 4%, второе новообразование злокачественной опухоли у 17%, и пациенты, которые подвергаются трансплантации, погибают от осложнений самой процедуры в 1% наблюдений от всех случаев. Кроме того, необходимо сказать, что руксолетениб в настоящее время показал свою эффективность в лечении истинной полицитемии. Еще при проведении доклинических исследований руксолетениб показал эффективность в ингибировании ростом эритроидных колоний инвитро из крови больных истинной полицитемии. Это послужило причиной для проведения клинического исследования второй фазы, в которой было включено 34 больных истинной полицитемии. При оценке результатов данного исследования общий ответ составил 97% и частота полных ремиссий была высока 59% и 38% частичной ремиссии. Следующим шагом было проведение клинического исследования по сравнению эффективности безопасности переносимости руксолетениба по сравнению с наилучшей доступной терапии у больных истинной полицитемии с резистентностью или непереносимостью к гидроксимочевине. Препарат показал свою высокую эффективность и переносимость и профиль безопасности сравнимый с профилем безопасности полученном в исследовании комфорт-1 и комфорт-2 и в настоящее время роксолетениб зарегистрирован для лечения истинной полицитемии и в марте 2015 года препарат зарегистрирован для лечения больных с истинной полицитемией и в России в Российской Федерации. И в заключении хочу сказать, что милофиброз это заболевание, которое приводит к тяжелым функциональным нарушениям, может развиваться до нового или являться следствием прогрессии эссенциальной тромбоцитемии или истинной полицитемии. Клинические проявления вариабельны и в настоящее время естественное течение заболевания может быть изменено только при проведении трансплантации стволовых клеток. Применение ингибиторов ДжАК-2, в частности роксолетениба, может замедлить прогрессирование фиброза костного мозга, улучшить качество жизни и улучшить выживаемость пациентов. Спасибо большое, Ирина Николаевна. У меня сразу вопрос. Вы в своей лекции сказали, что роксолетениб противопоказан, точнее, не показан лицам, пациентам моложе 18 лет. Есть ли какие-то известные противопоказания? Проводились ли клинические исследования или показания к назначению препарата могут быть еще расширены в этой области? Да, возможно, могут быть расширены, но необходимы клинические исследования со включением данной категории пациентов. Вообще, милофиброз это, конечно, заболевание более старшего возраста. Милофиброзом страдают пациенты старше 60 лет. У молодых пациентов крайне редко, но все-таки бывают эти заболевания. на последнем конгрессе, который прошел в Вене, это Европейская гематологическая ассоциация, детские гематологи представили сообщение о первичном милофиброзе у детей до 16 лет, и причем это довольно большая группа пациентов, это 20 пациентов, поэтому возможно, что руксолетиниб может быть препаратом для лечения в этой группе больных, но в молодом возрасте это конечно редкая ситуация. Поступил вопрос из Казани, каково место интерферона в лечении милофиброза? Интерферон в лечении милофиброза может назначаться, но может назначаться молодым пациентам конечно до 6-10 лет вследствие наличия такого побочного эффекта, депрессивный синдром, психоэмоциональная нестабильность, развитие гриппоподобного синдрома, молодым пациентам, у которых заболевание характеризуется только тромбоцитозом и протекается умеренно спленом мегалии. Спасибо. Получили информацию, что наши коллеги из Чебоксар нас внимательно слушают, видят и зададут свои вопросы после демонстрации клинического случая. К настоящему моменту мы получили еще один вопрос для Ирины Николаевны. Известно, что руксалитениб уменьшает степень фиброза костного мозга. Имеет ли это какое-то прогностическое значение? Да, конечно, безусловно, это имеет прогностическое значение. И по данным которые представил Квасника в 2013 году пациенты, которые имели улучшение, то есть регрессию фиброза костного мозга на фоне проведения терапии руксалитенибом, имели более низкий риск смерти по сравнению с пациентами, кто не получил такого эффекта. Спасибо. И, наверное, мы перейдем уже к демонстрации клинического случая с использованием руксалитениба. Да, конечно. Сейчас я хочу рассказать о клиническом наблюдении. Это пациентка молодого возраста 1971 года рождения. В 2009 году впервые при проведении медосмотра была выявлена с пленами галии. Размеры селезенки 198х82 с тромбозом воротный и селезеночный вен. В клиническом анализе крови тромбоцитоз 450 тысяч. Состояние было расценено как цирроз печени и проводилась симптоматическая терапия. Это урсосан и терапия в СЛДУФ направленная на предупреждение повторных тромбозов. В 2011 году эпизод кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. Пациентке проведено легирование вен пищевода. Состояние также было расценено как цирроз печени. Была продолжена симптоматическая терапия. В 2013 году увеличение живота. Появились жалобы на тяжесть в левом подреберье и на УЗИ прогрессирования с пленомегалии. Селезенка 240 на 98. При гистологическом исследовании трепанобиоптата было диагностировано милопролиферативное заболевание. ЖАК-2 положительный. На основании этих данных установлен диагноз милопролиферативное заболевание неклассифицированное и начала начата терапия циторедуктивная терапия гидроксимочевиной в низких дозах и терапия антикогулянтами. Для профилактики повторных кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода проведена деваскулиризация желудка, гастротомия с поршиванием вен пищевода и желудка. В 2014 году на фоне благополучия без провоцирующих факторов боли в эпигастральной области черный стул при гастроскопии варикозное расширение вен пищевода второй-третьей стадии язвы субкардиального отдела пищевода в клиническом анализе крови анемия тромбоциты 151 тысяча лейкоциты 4 тысячи на компьютерной томографии с пленами галия со тенденцией к увеличению размера селезенки 265 на 93 миллиметра состояние расценено как прогрессирование заболевания неэффективность терапии кидроксимочевиной и пациентка была отправлена в гематологический научный центр на консультацию где при обследовании выявлена анемия тромбоцитопения до 89 тысяч джак-2 12 процентов при гистологическом исследовании трепанобиоптата костного мозга милофиброз причем фиброзная стадия милофиброза при окрашивании по гаморе степень ретикулиновой фиброза 3 размеры селезенки 260 на 100 с признаками тромбоза хронического тромбоза с развитием коллатералий был установлен диагноз мило-пролиферативное заболевание первичный милофиброз промежуточный 2 риск по шкале диапи-сс тромбоз воротный селезеночный вен спленомегалия рецидивирующие кровотечения зварикозно-расширенных вен пищевода и желудка было принято решение о терапии данной пациентки ингибиторами джак-2 пациентка молодого возраста с пленомегалия носит смешанный генез конечно обусловлено как основным заболеванием мило-пролиферативным заболеванием так и следствием портальной гипертензии из-за тромбоза воротной селезеночной вен со сентября 2014 года пациентка получала получает терапию роксолетинибом 15 мг 2 раза в день с учетом числа тромбоцитов после 6 месяцев после 7 месяцев терапии в марте 2015 года гемоглобин 96 тромбоциты пине до 98 тысяч лейкоциты 4000 на узи сокращение размеров селезенки до 220 на 82 миллиметра мы видим хороший эффект сокращение размеров селезенки но сокращение размеров селезенки медленное конечно выраженного эффекта значительного эффекта при терапии на 7 месяцев не было достигнуто поэтому было принято решение добавить к проводимой терапии еще и циторедуктивную терапию гидроксимочевиной и таким образом с марта 2015 года пациентка получает комбинированную терапию при контрольном обследовании на 10 месяцев терапии роксолитинибом в анализе крови отмечается некоторые улучшения в отношении анемии гемоглобин 110 грамм на литр тромбоциты 105 то есть повышение числа тромбоцитов лейкоциты 3,8 и дальнейшее сокращение размеров селезенки селезенка в дальнейшем сокращении селезенки до 190 на 80 миллиметров и согласно рекомендациям национальным клиническим рекомендациям и международным все пациенты с милопролиферативными заболеваниями и с абдоминальными тромбозами должны получать комплексное лечение это лечение должно быть направлено на лечение профилактику тромбозов портальной гипертензии и обязательно лечение милопролиферативного заболевания и в качестве средств терапии могут быть использованы гидрокси мочевина у молодых пациентов интерферон альфа и конечно же ингибиторы джан-2 руксалитениб как таргетный препарат как основное средство влияющее на патогенез милопролиферативного заболевания хочу сказать что у пациентов с милопролиферативными заболеваниями высокая частота тромботических осложнений качество жизни больных низкое из-за развития симптомов как портальной гипертензии так и развития конституциональных симптомов симптомов опухолевой интоксикации и пациентам должно быть проведено комплексное лечение направленное на лечение тромбозов предупреждение последующих тромбозов и конечно же лечение милофиброза и данный клинический случай наглядно демонстрирует эффективность препаратов ингибиторов джак-2 для лечения больных с милопролиферативными заболеваниями и с тромбозами то есть такой вот непростой ситуации спасибо Ирина Николаевна пациент получал комбинацию русалотениба с гидроксимочевиной на ваш взгляд какая-то другая комбинация препаратов могла быть использована в этой ситуации возможно пациентка молодого возраста 71 года рождения поэтому возможно в этой ситуации использовать и препарат интерферона но как я уже говорила использование назначения препаратов интерферона лимитировано из-за наличия побочных эффектов это и гриппоподобный синдром и при терапии интерферона может развиваться лейкопения поэтому в данном случае мы предпочли предпочтительно назначение гидроксимочевины но в настоящее время также проводятся клинические исследования по комбинации по комбинированной терапии русалотениба с целым рядом с другими классами препаратов это имеет важное значение так как при проведении комбинированной терапии мы можем повышать эффективность за счет лечения за счет действия на разные патогенетические механизмы и несколько снижать токсичность проводимого лечения путем редукции доз препаратов обоих классов спасибо несколько вопросов еще приходят от наших коллег и вопрос следующего характера пациенту не было выполнено спленомегалия на ваш взгляд ее выполнение на каком-либо из этапов могло ли привести к какому-то иному прогнозу заболевания спленоктомия 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 является больше палеотивным методом лечения пациентов и используется в тех случаях когда все остальные методы лечения вся остальная терапевтическая тактика уже использована спленоктомия является во-первых непростой операцией для пациентов с милофиброзом и может спровоцировать быстрое развитие бластного криза и кроме того у этой пациентки есть тромбоз воротный и селезеночный вен что затрудняет проведение оперативного вмешательства спасибо и два вопроса к предыдущей вашей лекции к сожалению они пришли немного позднее чем она закончилась первый вопрос это от коллега с Чебоксар при гиперспленизме селезенка находится в малом тазу и тромбоцитопении 30-50 тромбоцитов показана ли терапия руксолотенибом в этом случае да конечно показана я уже начала об этом говорить о том что тромбоцитопении ниже 50 тысяч не является абсолютным противопоказанием к назначению руксолотениба руксолотениб должен быть назначен в минимальной дозировке это 5 мг 2 раза в день под контролем анализа крови обязательно и тромбоцитопения ниже 50 не является тоже абсолютно противопоказанием и нужно ориентироваться на наличие геморрагического синдрома то есть при такой степени тромбоцитопении возможно назначение руксолотениб спасибо и еще один вопрос тоже из Чебоксар ваше отношение к использованию препарата у пациентов с наследственным эритроцитозом это заболевание эндемично для Чувашской республики ну конечно же нет потому что немножечко другие патогенетические механизмы и показанием к назначению данного препарата руксолотениб и вообще ингибиторов ДжАК-2 является наличие конституциональных симптомов и наличие массивной спленомегалии у пациентов с наследственным эритроцитозом нет я думаю что данному препарату нет на ваш взгляд нет спасибо большое спасибо большое я знаю что коллеги из Чепоксар готовы выйти на связь поприветствовать нас представимся добрый день добрый вечер здравствуйте вас слышно да вас слышно хорошо спасибо вам за очень хороший доклад данная информация очень поможет нам в работе в постановке диагноза в логаремии лечения и поможет нам в лечении этих заболеваний спасибо спасибо большое спасибо большое спасибо большое в этом случае на этой позитивной ноте закончим сегодняшний вебинар и пожелаем друг другу хорошего вечера всего доброго спасибо 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 спасибо